Доброе утро! Левицкий Дмитрий, студия Финнам.ФМ, программа Рестораторы. Ну и как мы говорили, да, сейчас в подводке к нашей программе, в утреннем еще шоу. Сегодня у нас тема прям на злобу дня. Сегодня будем говорить с вами о том, как скажется запрет на курение в общественных местах, на развитие ресторанного бизнеса в целом. Да, насколько эта инициатива правильная, неправильная, верная, неверная. Ну, вопрос действительно такой актуальный, в разных странах по-разному дела обстоят. Но тут даже вот наши друзья с Украины нас обскакали и то ли приняли, вот если обсуждали, то ли вот принимают буквально в ближайшее самое время закон о запрете курения в общественных местах. И вот Владимир Стимагу, ведущий, говорил о том, что климат у нас не тот, чтобы у нас там, да, курили люди на улице, все-таки в Киеве эта погодка получше и так далее. Ну, в общем, подключайтесь к разговору, дорогие наши друзья, поскольку тема и для рестораторов актуальна, и для курильщиков актуальна, и для некурильщиков актуальна. Ну, вот что вы думаете действительно о запрете курения в ресторанах? Нужно, не нужно, отменять, не отменять, можно курить в ресторанах, не можно курить в ресторанах. Вот что вы по этому поводу думаете. Телефон нашей эфирной студии 495, код Москвы 651099, пожалуйста, включайтесь в нашу беседу, сайт финам.фм, форум нашей программы, там тоже можете свои сообщения оставлять, ну, либо смс на номер 5533, начиная с буквы Я, ваше сообщение, дальше пробелы, все, что вы можете сказать по этому поводу. Ну и сегодня помогает мне разобраться в этом вопросе гость моей сегодняшней студии, Денис Зубатов, директор ресторана Турандот. Добрый день. Доброе утро, да, Денис, вот, говорю, говорю, говорю и дам вам тоже слово. Ну, ресторан Турандот многим знаком, я думаю, в Москве уж рестораторам-то точно, но, тем не менее, Денис, давайте, наверное, вот для тех, кто понятия не имеет, что такое ресторан Турандот, расскажите, кто, что и как вообще, что это за ресторанный проект. Замечательный ресторан, находится на Тверском бульваре, огромный дворец на 400 посадочных мест примерно, представляет паназиатскую кухню, известен своим замечательным интерьером, который то ли первый или лучший во всей Восточной Европе. Замечательная паназиатская кухня представлена у нас, такой настоящий гастрономический большой ресторан. А я понял, ну, то есть для вас, как для человека из этой отрасли, тема этого закона действительно актуальна, да, насколько вы там... Безусловно, наши гости привыкли к тому, что у нас курить можно, курить не запрещается нигде, даже нет специально отведенных зон для этого. Надо сказать, правда, что у нас замечательная система воздухообмена и кондиционирования, поэтому даже люди, которые приходят с детьми, никогда не жалуются на то, что у нас накурено или дымно. Чаще бывает даже наоборот, что жалуются на то, что сильно очень дует... Слишком холодно. Слишком холодно. Дымка бы поддать. Не дымка, но, по крайней мере... Хорошо, хорошо, Денис, давайте-то я предлагаю... У нас есть на проводе Олег Нилов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия». Это, я так понимаю, люди, которые, собственно, и продвигают сам этот законопроект. Давайте от первоисточника тогда и попробуем выяснить, откуда ноги растут, в хорошем смысле этого слова. Так. Алло. Да, да, Олег, доброе утро. Дмитрий Прямо-рестораторы. Жалко, что не смогли до нас набраться в студию, но, тем не менее, давайте-то по телефону. Ну, расскажите, да, как пришла мысль вообще об этом и какова судьба вообще этого законопроекта на текущем... Ну, я вас немножко, немножко по правде делаю, потому что это инициатива правительства. Но, естественно, что многие депутаты, причем из разных фракций, абсолютно тут как бы нет деления пофракционно. И, скорее всего, оно проходит где-то там, ну, не 50 на 50, я надеюсь, все-таки гораздо больше сторонников этого законопроекта среди депутатов, но есть и противники. Поговорим еще об этом, это интересно. Совершенно понятно, кто относится к сторонникам, кто к противникам. Я, например, действительно считаю, что любое вот это вот такое зло, это зло, да, которое приводит к болезням и даже к смертям, причем очень многочисленным, к сотням тысяч, вот такая статистика существует в год в России. Конечно, оно должно быть сначала минимизировано, а потом, да, нужно стремиться к тому, чтобы от него вообще избавиться. А тем людям, которые на этом зарабатывают деньги, причем очень большие, значит, ну, это не только табак, это в большей степени даже алкоголь, тем более такой вот, как его называют, паленый, да, тем более вот такой. А уж не говорю про наркотики. Поэтому вот этому такому дракону трехглавому, да, мы действительно намерены объявить вот такую жесткую, ну, не войну до победного конца, ну, а может быть и так. Поэтому, да, я отношусь к сторонникам жестких мер, может быть, значит, не в один день, не в один момент, но нужно готовиться и рестораторам, и тем более всем вот этим вот производителям, значит, ну, что называется, на крови, да, грубо и жестко, так скажу, к смене деятельности, если невозможно, будет ее продолжать, значит, без табака, без алкоголя, без, тем более, каких-то там наркотических историй. Я понял. Олег, скажите, пожалуйста, ну, вот я сам ресторатор, да, у меня в гостях ресторатор, вот Денис Зубатов, директор ресторана Турандот, слушают наши рестораторы. Вы скажите, ну, вот наша практическая сторона вопрос интересует, то есть, что мы должны будем делать, оборудовать специальные места или как это вообще будет, чем для нас-то все грозит, вот как для людей, которые, занимаются бизнесом, и пускай я, там, поддерживаю саму, там, основную идею, да, я за здоровье нации, и я сам не курю уже давно, и сам, там, из ресторанов прокуренным возвращаюсь, но бизнес, как всегда же, опасается того, что наши любые, там, благие начинания, вы же понимаете, да, вывернутся на знак у момент их реализации. Вот в чем суть самого закона, что нам светит как рестораторам? Я, например, считаю, что действительно должны быть специальные оборудованные места, не жестко на 100% вот с завтрашнего дня, вообще 100% запрет и, допустим, предложение покурить на улице, ну, вот, на виду, тем более у людей, которые не курят, тем более у молодежи, не дай бог у детей, этого не должно происходить. Конечно, есть перегибы, да, там, кто-то предлагал запретить даже демонстрацию, ну, там, не знаю, там, по телевидению, и даже известный мультфильм, где волк курит, да, вот, дабы не способствовать такой рекламе, да, скрытой. Вот этого, наверное, тоже не должно быть, но вот этого явного, этой демонстрации, да, вот, публичной, это вот, скорее всего, будет принято, я именно сторонник таких мер. Ну, а если говорить, слушайте, наши права, мы тоже люди, значит, да, хоть и несколько такие вот неидеальные, да, извините, коллеги, но кому-то нравится, значит, мутериться публично, да, этого не делается ни в каких ресторанах, раньше это было, наверное, раньше это было, ну, посмотрите в Европе, и если мы выбрали путь цивилизованного развития, да, и вот за него абсолютное большинство, если провести любой соцопрос, любые голосования, за этот путь, тогда давайте двигаться по этому пути, а так, чтобы немножко быть Европой, и немножко Азией, и немножко еще с чем-то, вот это самая печальная история, которая, вот, к сожалению, вот, развивается многие годы. А какие даты сейчас вот этого закона, когда он должен вступить в силу, вот, по всей технологии принятия? Он пока еще не рассматривался даже в первом чтении в Государственной Думе, но вот есть как раз здесь вопрос, да, удастся ли рассмотреть его до Нового года, скажем, и ввести в действие в следующем году. Либо табачное лобби, ну, и лобби, которое вот в какой-то степени представляется там вашим гостем, будут всячески оттягивать принятие этого закона, ну, и какую-то отсрочку, там, не знаю, полгода, может быть, чуть больше себе все-таки получат. Ну, то есть это просто была информация, прошу прощения, Олег, да, что это будет, там, 2015 год, 2016, я так понимаю, что это все гораздо ближе, да, по вашему... Нет, нет, я думаю, что этого не получится. Я могу сказать, что в Государственной Думе вот как раз вчера уже была инициирована и создается межфракционная группа депутатов, куда я вошел, Дмитрий Носов, фракция ЛДПР, Ольга Тимофеева из фракции «Единая Россия», ну, многие другие как раз сторонники того, чтобы и в этом направлении, и тем более, да, в противодействии лобби алкогольному, и тем более, значит, для того, чтобы действительно ужесточить и ответственность, и не только ответственность производителей, и тех, кто продает всяческое изделие, но и тот, кто отвечает за главную идею в стране, главная идея сбережения народа. Так вот, наша группа будет высвечивать таких лоббистов, ну, в наших рядах, в рядах чиновников правительства, если там какие найдутся, ну, и бороться с ними. Хорошо, хорошо. Олег, спасибо большое, нам нужно сейчас уйти на новости, мы можем продолжить после новостного блока, ага, выходим на новости. Да, Левицкий Дмитрий, программа «Рестораторы», «Финам.ФМ». Говорим сегодня о запрете курения в общественных местах, ну, в контексте ресторанов, само собой, у нас на проводе Олег Нилов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», который был инициатором этого законопроекта. Олег, да, вы с нами еще, да? Алло. Да-да-да. Да, Олег, слушайте, у меня вот... Еще раз говорю, что инициатор правительства, я поддерживаю, да. Ага, я понял. Олег, тогда такой у меня вопрос вот по поводу противников этого закона все-таки. Да? То есть есть какие-то... Да. Какая может быть аргументация противников этого закона? Вот как это все... Я не знаю, как это происходит в Государственной Думе, да, совершенно не моя область деятельности, но вот как это там вообще? Аргументация... Аргументация у них всяческая есть. По большей части лукавая. Ну, первое, конечно, они заботятся о самих курильщиках, да, что вот нельзя людям, ну, так вот так, резко ограничивать их любимое занятие. Ну, пусть оно приводит к раку, пусть оно укоротит жизнь там на 10-15 лет, это как бы за скобками оставляется, вот такими горе-защитниками. Вторая аргументация, что бизнес, да, мы не должны, значит, вот обрушить бизнес там, ну, рестораторов в меньшей степени, а людей, которые производят и торгуют табаком, вот мы должны заботиться об этих бизнесменах. Ну, у меня такое же отношение, еще не хватало заботиться о производителях паленой водки и наркотических каких-нибудь табачных курительных смыслей. Ну, я не думаю, что... Думаю, что не дойдет до того, что они публично это с трибуны начнут говорить, а так в кавуарах очень даже... Олег, ну, смотрите, ну, хорошо, в ресторанах запретили курить, да, как в одну вот общественные места, да, но это же, мне кажется, не снизится на продаже табака в целом. Ну, люди, может быть, будут меньше ходить в рестораны, или... В законе не только об этом. В законе речь идет и об ограничении, конечно же, вот этих вот точек, которые у нас заполонили все и вся. Ну, вы же были в Европе, в других странах, вы чувствуете разницу, да, какое обилие предложений на каждом шагу у нас, да, если говорите о табаке и алкоголе, и какова разница, возьмите какие-то страны, например, Финляндию, вы там побегаете достаточно долго для того, чтобы найти или... То есть, помимо того, что, там, условно говоря, ну, вы уж простите, вы все про рестораторов, да, поскольку мы здесь все-таки... Да, да, да. Эту отрасу представляют. То есть мы не только должны оборудовать комнаты или запретить курение, мы еще и не сможем продавать сигареты, не сможем, не знаю, там, выставлять лайбоксы, бренды... Вы не сможете, да. А как будет решаться, кто может, кто не может? Значит, окончательная цель не только, значит, вот, создать проблемы, да, окончательная цель снизить, снизить, значительно снизить количество курящих людей в стране. А значит, сохранить их здоровье и жизнь, и значит, вот, действительно, вот эти главные цели. Да, это можно делать вот резко, как в известном фильме, резать к чертовой матери, не дожидаясь перитоника, да? Так так лучше, наверное, что этот хвост по частям рубить там? Ну, уже запретили, и дело с концом, что? Поэтому вот во втором, там, в третьем чтении будет решена судьба. Насколько резко и глубоко пройдет вот это вот хирургическое вмешательство. Хорошо, хорошо, спасибо большое, Олег, спасибо, что были у нас на связи. Ну, определенные пояснения мы получили, да, дорогие наши радиослушатели. Еще раз призываю вас подключиться к нашему диалогу, разговору 6510996, код Москвы495, либо сайт Финам.ФМ, форум нашей программы, либо смс 5533, начиная с буквы «Я», потом пробел, все, что вы можете сказать по этому поводу, пожалуйста, подключайтесь. Запрещать ли курение в ресторанах, ну, как вот в общественном месте, да, соответственно. Денис Зубатов, директор ресторана «Турандот» у нас в гостях. Пока мы здесь разговаривали с Олегом, немножечко про него забыли, но мы про него помним. Что скажете, Денис, вот по поводу всего этого закона. Вы там, большой ресторан, действительно, такой лицевой, на вас многие смотрят, будут равняться. Ну, вот что думаете по поводу принятия этого закона в целом? Тем более, видите, оказывается, гораздо быстрее он, чем мы думаем, может вступить в действие. Да, оказывается, что уже в следующем году может быть принят этот закон. Действительно, цели у этого закона бесспорно благородные и правильные. А вы курите вообще сами? Я курил 13 лет. Так, что случилось? Случилось то, что я... Случилось страшное. Случилось страшное, я бросил. Это было достаточно трудно, но тем не менее. Сам не курю, к курильщикам отношусь достаточно лояльно, поскольку опыт имею, но тем не менее, вот я выступление премьера слышал, там какие-то действительно страшные цифры приводятся по тому количеству смертей от табакокурения, которые в нашей стране ежегодно происходят. И в этом смысле как-то критиковать этот закон не приходится. Единственное, что нужно рассматривать разные точки зрения и предусмотреть возможные какие-то меры для того, чтобы для тех людей, которые привыкли получать эту услугу, скажем так, курение в общественном месте, они ее как-то не резко так лишились. Но возьмем, например, вариант с тем, что можно курить на улице. Ресторан большой, предположим, допустим, большая свадьба, 250 человек. По статистике, треть населения курит, наверное, человек 80 там курящих. Предположим, человек 40 решит одновременно пойти покурить. И все они выйдут на какую-то улицу московскую. Ну а что свадьба? Ну вот у вас там 400 с лишним посадок, а вот вы же там заполняете, не знаю, там, да, сейчас Новый год, весь ресторан будет засажен. Ну вот ты, пожалуйста. Я думаю, что здесь, безусловно, нужно предусмотреть какие-то специальные помещения. Это видится выходом данной ситуации, изолированной полностью и оборудованной какими-то мощными вентиляциями, вытяжкой. Ну то есть вы будете в Турандоте строить специальную комнату курительную? Я не думаю, что в Турандоте нужно специально что-то строить, потому что любая из комнат, залов нашего ресторана, она и оборудована как курительная с мощным, там, десятикратным воздухообменом. Ну, это немножко другое, если я правильно понимаю. То есть, если там сидят обычные люди, она приспособлена на сидение обычных людей, там нельзя уже будет курить? Нет, я к тому говорю, что если мы возьмем какой-то отдельный, из отдельных залов, какой-то банкетный, например, небольшой зал, и скажем, что здесь у нас курительная комната, он будет абсолютно изолирован от остальных гостей, и там будет мощная система вентиляции, это как и везде. Я думаю, честно говоря, дело немножко по-другому обстоять. Единственная страна, где я видел эти штуки, это была Япония, но там действительно как вот в аэропорту, то есть вот кафе, да, люди сидят, да, ну сидит стеклянная такая штучка, да, там такой... Ну, а-ля барная штучка такая по кругу, и люди вот так сидят, а в уголочке стеклянный куб, в котором сидят люди и курят. Они могут туда кофе взять, и там пить кофе, да, они могут это... Это выглядит, честно говоря, отвратительно, вот я честно скажу, как человек тоже не курящий, да, это выглядит, честно говоря, не очень круто и не очень эстетично, да, то есть ты смотришь этот курящий куб такой в конце комнаты. Ну, прям, скажем, такая условная история, не знаю, не знаю, честно говоря. И потому что, ведь если вы залом, мне кажется, ограничить не дадут, все-таки надо будет что-то делать прямо... Ну, мы люди законопослушные, как будет принят закон, так мы ее и сделаем, и в конце концов вложения для большого предприятия не фатальны. Конечно. Но другое дело, что есть и существуют какие-то предприятия даже по площади ограничены, не только по средствам. Ну, вот честно скажу, да, поскольку я, с своей стороны, управляю сетью, и сеть занимается именно, у нас бары, да, то есть мы занимаемся барами, и бары разного размера, да, и вот у нас есть там заведения, у которых площадь зала составляет 150 метров, там, 100 метров, куда там еще, курительную комнату, да. И я, со своей стороны, конечно, понимаю, что если этот запрет будет введен, то, знаешь, мы просто жестко, ну, просто нельзя и все, нельзя и все, да. Дальше возникает вопрос, как реагируют люди на это, на все, но чисто по-человечески я, честно сказать, за, вот если честно сказать, да, то есть я действительно считаю, что в общественной мести курить нельзя, и я говорил вот в утреннем эфире, когда мы обсуждали эту тему, никого не расстраивает то, что нельзя курить в кинотеатре, не знаю, или там в художественной галереи, и люди спокойно два часа высиживают фильм, и никто из моих друзей... Ну, да, как же говорилось в утреннем, вот, с утра уже, что и в самолетах по много часов летят... Ну, да, никто из моих друзей не перестал ходить в кино из-за того, что там нельзя курить, там, ну, нельзя и нельзя, и фильмы сейчас идут по 2.30, и ничего страшного, никто не выходит курить, хотя можно выйти и покурить, и вернуться, да, но люди высируют два с лишним часа, я не вижу причин, почему они не могут этого не сделать в ресторане, да. Больше того скажу, что я с своей стороны, вот я там в пятницу, когда у нас полная посещаемость заведений, битком, и понятно, что дым коромыслом везде стоит, и если днем мы еще ограничиваем курительные, курящие, некурящие зоны в заведениях, то в пятницу ночью это невозможно, да и глупо делать, да. Но вот я просто совершая объезд заведений и приезжая домой, я одежду уже свою там, ну, понимаете, да, одежда уже звучит так, что она рабочая, ну, невозможно, да, с ней просто там, ее надо уже сразу там в стирку, и она совершенно там пропахнута полностью, вот, поэтому я как человек со стороны поддерживаю все это, как ресторатор, понимаю, что это, конечно, возможно, будет чревато или не будет, вот как считаете, вот насколько это чревато какими-то возможными терками, говоря нашим простым бизнес-языком с посетителями, с гостями, недовольством и так далее. Ну, здесь надо смотреть действительно, какой ресторан представляем мы с вами. Если это гастрономический ресторан, в котором люди приходят в основном для того, чтобы покушать, провести какое-то время с семьей и удалиться, то это не будет проблемой вообще, на мой взгляд. Если говорить о ночных клубах, барах, где люди в вечернее время находятся в определенном состоянии алкогольного опьянения и привыкли курить, конечно, если жестко ограничить курение внутри помещения, они будут выходить на улицы. Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Не думаю, что это приведет к каким-то фатальным конфликтам. Если гость конфликта, то он найдет повод для того, чтобы поскандалить. Не обязательно тут говорить про закон о запрете курения. Но так или иначе, это будет еще определенным поводом для того, чтобы обсудить с какой-то частью, особенно нетрезвых гостей, как-то бывает, что здесь нельзя курить. Ну, наверное, так же бывает, что здесь нельзя ругаться матом. Но приходится, да, время от времени делать все замечания. Так что это, ну, в общем, я думаю, что это можно пережить. Ну и гости, думаете, это все там поймут? Или начнется, да ладно, там, что так, ну, хорошо. Ну, начнется в каком-то случае. Вы знаете, я вот сегодня тоже думал, вот говорили, обсуждая этот закон о правовом нигилизме, который это все подстегивает, этот закон. Но ехал по Люблинской улице, и правая полоса была свободна, не было гаишников. То есть, ну, нельзя и нельзя, народ как-то собрался в кучу и ехал по двум левым полосам, правая была свободна, и полупустые автобусы, значит, летели, а мы стояли. Я думаю, что народ наш все-таки в большинстве своем законопослушный. Ну, может быть, как обычно, поварчат-поварчат, поварчат-поварчат, а потом, как будто так и надо, как будто так всегда и было, да. Окей, вернемся после новостей. Так, ну что, перекурили, продолжаем наш разговор о запрете курения в ресторанах. Не, мы тут не курящие люди, тем более, не, мы не просто не курящие, мы бросившие. Это гораздо более серьезная характеристика, да, более ценная характеристика нас. Потому что мы понимаем и ту сторону, и другую, да, и нельзя сказать, что мы, как бы, противники, потому что мы противники. Ну, вопрос, опять-таки, действия этого закона, да, как всегда, хотелось бы понимать, что будет. Да, я вот недавно был в Соединенных Штатах, и мне рекомендовали к посещению один бар. К сожалению, не довелось попасть, только я потом уже понял, что я забыл просто, когда хотел заехать. То есть там запрет на курение существует, да, люди не курят в заведениях, в барах в том числе, даже никто не заикается про это, и никто не напрягается, все, как мы говорили, привыкли, да и дело с концом, да. Но есть бар, в котором можно курить. То есть владельцы этого бара там сказали, у нас курить можно. Да, они платят каждый раз штрафы, они платят каждый раз какие-то там непомерные там поборы там, да, официальные. Но считают это маркетинговыми вложениями, да, тут некий маркетинг. И вся Калифорния знает, что есть бар, он, по-моему, называется Красная комната или что-то такое, где-то он, причем, в небольшом городе находится по побережью, вот. Но вот там можно курить, и бар этим знаменит, да, что там можно курить, несмотря на все запреты, и он платит, да, но лишь бы наши гости вот могли курить в нашем баре, в нашем заведении. Что думать с этого повода? Ну, я думаю, что если бы власти города не хотели, чтобы такой бар существовал, он бы не существовал. И раз звезды сжигают, значит, это кому-то нужно, потому что многократное нарушение одним заведением одного и того же закона влечет его закрытие, ну, по крайней мере, у нас, наверное, это так. Не знаю, как в Соединенных Штатах, но это путь определенный, да. Давайте, да, еще раз, наши вопросы уже приходят у нас с сайта Финам.ФМ. Напомню, да, телефоны для связи у нас есть, если звонить в эфир, 495-6510-996, вот на сайте, да, куда уже многие из вас, дорогие слушатели, пишут, это Финам.ФМ, форум нашей программы, либо СМС 5533, с буквы Я начинается ваше сообщение, пробел, и вперед все, что вы хотите сказать по этому поводу. А я бы хотел послушать, сейчас, да, попросить наших продюсеров вывести еще один комментарий в эфир, да, это Анна Тюрина, ресторанный обозреватель газеты «Ведомости» и журнала «Ваш досуг». Да, давайте попробуем вывести в эфир ее комментарий по этому поводу, ага. Это законопроект, который в данный момент, как нам хочется всем верить, еще обсуждается. То есть мы еще можем добиться внесения в него каких-то поправок. Так или иначе, в какой-то момент он будет принят и вступит в действие уже с 2015 года. По поводу того, повлияет или не повлияет, опираясь на опыт тех стран, где он уже вступил в силу, можно сказать, что, конечно, повлияет. Если вы просматриваете время от времени новости, вы могли видеть, какие приходили сводки из Англии, где был введен запрет сравнительно недавно, и где стали массово закрываться пабы. Все-таки, так или иначе, это часть атмосферы паба. Там всегда пьяно, громко и накурено. Также в Федерации рестораторов-ательеров в России мне говорили о том, что есть информация от коллег испанских, что там тоже все это очень сильно повлияло. И именно формат баров, это пучину кризиса, так сказать, провело. Все-таки надо понимать, что есть страны с теплым климатом. Также Италия. Нас очень любят сравнивать с Италией. Говорят, что вот, смотрите, в Италии нельзя курить в ресторанах, в барах, в кафе. И ничего, все нормально, люди не курят. Дело в том, что в Италии можно курить на летних площадках. У нас тоже теоретически можно будет, наверное. Пока что это не совсем понятно, как все это будет происходить. Но у нас летние площадки функционируют месяц в год. И то хорошо. Очень смешной случай. В одной из скандинавских стран какая-то парочка 300 с чем-то раз ушла из ресторана. Когда стали разбираться, оказывалось, что люди приходили в ресторан, кушали, заказывали кофе, выходили на крылечку покурить и уходили. Вот я думаю, что это будет наш вариант. Конечно, сейчас в интересах ресторанного бизнеса, в интересах ресторанов добиться того, чтобы в законе было практично, что если в ресторане есть специальным образом оборудованное место, то в этом месте можно курить. Сейчас, насколько я понимаю, идет в основном борьба в этом направлении. При этом табачные компании, которые, как всем, конечно же, известно, тратили большие маркетинговые бюджеты в ресторанах, кафе, вот эти табачные компании готовы складываться. В оборудовании этих кабин для курения. Важно, что в Конвенции ВОЗ описано, что у людей, не курящих, должен иметься доступ к местам, где не курят. И, соответственно, речь не идет о том, что права людей, курящих, должны быть дискриминированы по полной программе. Если ставится цель причинить им какие-то неудобства с тем, чтобы где-то в перспективе вот от этих неудобств они бросили курить, я уверена, каждый раз поднимаясь из-за стола, прерывая беседу, прерывая там обед, ужин, и отправляясь в эту курительную кабину, вы наверняка видели, как это выглядит в аэропортах. Там стоят люди, просто курят сигареты, естественно, какая бы ни была вытяжка, так иначе какой-то там дым присутствует. Эти люди, они все равно испытывают неудобства. Все-таки надо оставлять, мне кажется, им право, какие-то человеческие права и свободы. Пока табак не запрещен на законодательном уровне вообще, да, как запрещены наркотики, мне кажется, неправильно запрещать людям, ну, как-то распоряжаться своим здоровьем, помощью разрешенных все-таки средств. Если бы табак был запрещен, ну, конечно, само собой речи не идет. Пока что мы говорим, что табак разрешен, так разрешен алкоголь. Если развивать эту тему в таком же направлении, что дальше можно запрещать алкоголь, потому что людям, которые ведут трезвый образ жизни, будет неприятно находиться с теми людьми, которые будут приходить в бар, выпить коктейли и, соответственно, там в какой-то момент терять свою меру, трезвость. Тогда можно будет тоже выделять их какую-то резервацию, запрещать им пить в ресторанах и в ограниченных различиях. И потом те, кто много ест, тоже в отдельные рекреационные зоны загонять, потому что они там, фигура их не такая, и она мешает мне эстетически наслаждаться моим обедом. Интересный комментарий, интересный комментарий Анны. Видишь, и опыт других стран тоже достаточно интересный. Не слышал про массовое закрытие пабов в Англии. Наверное, мне уж как владельцу барных заведений, совладельцу управляющих, надо бы повнимательнее к этому отнестись. Представил свежевотрепещущую картину, как сотня людей в ресторане «Турандот» вышла выпить кофе и спокойненько ушла к метро. Так, вместе прям. Ну, мы покурить, говорит, треть ресторана, треть посадки, да, и выходит в сторону метро, садится на такси, разъезжается по домам. Ну вот все-таки ожидаете спад в ресторане гостей? Нет, вот я не думаю, что это повлечет сколько-нибудь ощутимый спад, поскольку, ну, по крайней мере, в нашем ресторане. И, конечно, как любое нововведение, это может вызвать антагонизм определенный, и спад, если и будет, то каковременный. Но представьте себе историю. Люди, которые привыкли ужинать в ресторане, пришли с работы домой, говорят, ну, пойдем сегодня. Они говорят, да нет, там курить нельзя, давай я лучше тебе мясо пожарю. Причем он говорит, что ему надо курить, а она теперь жарит мясо, да? Да, она жарит мясо один раз, второй раз, он говорит, нет, давай лучше мы с тобой покурим в машине, а поедем все-таки поедим куда-то, где привыкнет. Пожалуй. Наверное, я тут согласен с комментариями Анны, что вопрос для баров стоит более критический в этом смысле, да, поскольку действительно вот, ну, такая история выпивания и курения, и в барах люди долго находятся. Это атмосферная составляющая. Представь, что ты поел, там, ну, два часа можно потерпеть, да, покурил до, покурил после, а в баре все-таки люди могут проводить несколько часов и, ну, выпивают, конечно, наверное, сложнее. Ну, я скажу, что наблюдая вот за какими-то поведениями наших гостей, особенно если мы говорим про воскресные, бранчо у нас и в субботу проводится, люди приходят с семьями и находятся в ресторане достаточно долго, там порядка пяти часов могут находиться. Они даже сами выбирают такой вариант, выйти куда-то из-за стола, чтобы, значит, не окуривать своих гостей и для детей. И, благо, места у нас достаточно много для этого. Выходят, курят, и так это, в общем, достаточно даже, может, какой-то интертеймент, потому что они выходят с приятелем поговорить о своих делах. Но всегда выйти из-за стола покурить, это некий такой... Ну, ритуал. Да, ритуал, конечно. Вот Петр как раз пишет нам, да, тоже сидели в шумном баре, одно из наших заведений, уж не буду его рекламировать. Зимой с нами было две беременные девушки, и каждый, кто в нашей компании курил, не обламывался и выходил на улицу. Так что все возможно. Как мы видим, ничего страшного в этом нет. Ну, вот, пожалуй, да, там можно тоже согласиться. Давайте вот успеем мы до перерыва телефонный звоночек, да, вывести в эфир. Ольга, на линии у нас там Ольга. Давайте, Ольга. Ольга. Да, добрый день. Я считаю, что это вообще большевая забота о здоровье. Есть известный анекдот. Посмотрите на два трупа. Пятидесяти лет. Вот этот человек курил, у него легкие абсолютно черные, а вот этот не курил, у него абсолютно розовые. Люди умирают не от этого, а от общей стрессовой ситуации. Как бы курение многим помогает, как ни странно. И если у вас есть выбор, я вот рассказывала, что я летаю через Германию, где оборудованы кабинки для курения везде, практически рядом с каждым выходом, да, а через Францию, если у меня есть выбор, я стараюсь не летать. Причем это как бы с ценой, цена разницы обычно бывает минимальная, если есть с пересадками. А в Домодедово, например, кто был в курительной комнате, все знают, что это просто смерть всему. То есть любой ночной бар, он отдыхает, оборудованный так, что просто легче умереть. Но все при этом ходят в кафе, где можно пить кофе с виски и покурить сигарету спокойно сидя за столиком, которая там пока, слава богу, есть. Ой, ну а понятно, что ваши права в этом плане ущемляются, да, но есть люди, которые не курят, и которые тоже хотели бы в это кафе ходить, и им не очень комфортно. Вы знаете, а там, на самом деле, давно уже разделены есть курящая зона и некурящая зона. У тебя есть выбор, если ты, когда идешь, курящий человек идет с некурящих, да, и люди решают, они в ту зону садятся или в другую. У них давно есть такие возможности. То есть это иллюзия, это, на самом деле, я считаю, что это попытка отжать от людей еще каких-то денег и делать им еще более неудобно, подкидывать, что они заботятся об их здоровье. Хорошо, хорошо, Оль, спасибо. Вот позиция курильщика, она нам понятна. Денис, вот как считаете, вот такое мнение преобладает, а то есть, может быть, оно имеет право на жизнь, что рестораты должны сами решать, да. Хочешь сделать свой рекорад некурящим, сделай, пожалуйста, да. Хочешь сделать курящим, сделай, пожалуйста, курящий. И рынок, он сам все регулирует. Вот Ольга, ей нравится курить, да. Она выбирает то кафе, где курить можно, да. Тебе не нравится курить, но не ходи в то кафе, где курят, да. Мало ли, что ли, выбор у нас сейчас, да, пожалуйста. Ну, смотрите, то, о чем говорите вы, это та ситуация, которая сейчас существует. Действительно, сейчас каждый ресторатор может решить, курящий у него ресторан или не курящий. И если ставить такой выбор рестораторам, то ситуация не изменится никак. Я думаю, вряд ли законодатели или правительство на это рассчитывают. Но, вот, Ольга еще говорила о курящих и не курящих зонах. Надо сказать, я вот почитал о предельно допустимых концентрациях, которые превышаются в курящем зале, это в 16 раз, в не курящем в 11 раз. То есть разница не особая. Разница не особая, да. Ну да, согласен. Но тут опять-таки, вот вы говорите, ситуация не изменится, но она меняется. И появляются и бары не курящие, да. Есть несколько проектов в барах, где не курят. И ничего страшного в этом нет. Причем, я уж не буду называть имена, но это, например, там вполне себе фанатские там пив-бары, где собираются фанаты там Манчестера, да, стоят битком, пьют там пиво и никто не курит. И никаких проблем в этом нет. Может быть, уже привыкший к отмене закона в Англии. Я больше скажу, мы открыли последний свой бар, небольшой, он такой там в формате спикизи, и мы запретили там курить, да, потому что там все-таки ароматы, там вкус напитков, там обламываются ли гости? Ну да, некоторые обламываются, им приходится идти в туалетную зону там и курить там. Но в этом баре, в зале этого бара курить нельзя. И, ну, мы находим достаточно большое количество там людей, которые поддерживают эту идею. Поэтому, мне кажется, может быть, чуть попозже, чуть подольше, но рынок бы сам отрегулировал эту ситуацию, да, ну, после новостей, вернемся к этому вопросу. Бурно здесь у нас дискуссия по поводу отмены курения. Так, а у нас кто-то на линии, а, да. Так, Федор у нас на линии, давайте дадим ему слово, раз уж он у нас на линии, да. Федор? Добрый день. Да, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы как хозяин сети, я понимаю, баров, ресторанов, староходов и заводов, есть ли у вас какие-то пропорции деления мест мест на курящих и не курящих, или они все формируются по мере поступления предложений от курящих? Ага, хорошо, спасибо большое, Федор. Ну, комментарии на эту тему еще есть. Вот я не курящий, например, но не могу часто достаточно, просто банально зайти в любимый мой кофейный ресторан, потому что пропорция деления 1 к 3, то есть на 7 столов не курящих 21 место курящих. Маловато, я понял. Почему так не любят у нас здоровых людей? Я понял, Федор. Хорошо, спасибо. Спасибо, да, спасибо за вопрос. Какая у вас пропорция в ресторане, Денис? А у нас нет не курящих зон. А у вас нет не курящих зон? Нет не курящих зон. Какая вы даете? Даже у нас есть. Ну, честно скажу, наверное, вот этот ответ будет правильный, ну, как бы по жизни, да. Много очень зависит от конфигурации зала, потому что сделать не курящий просто там, да, в одном большом зале вот здесь курящий, здесь не курящий, смысла никакого, да, если это граница визуальная. Поэтому рестораторы чаще всего делят либо по залам, а уж какие они там есть, да, действительно, стараясь соблюдать какую-то пропорцию, да. Тут ведь ситуация сейчас такая, что приходит там компания из 5-6 человек, один там не курит, например, да, но они все равно идут в курящую зону, и не курящим приходится как-то это терпеть, как ни крути. Чуть-чуть остается времени. У нас есть еще один комментарий, который мне хотелось бы вывести в эфир. Это Георгий Карпенко, директор направления тренинга и консалтинга Хурма Менеджмент Групп. Мой партнер, в том числе управляющий, долгое время был самого большого нашего бара-ресторана «Куклы пистолеты». Вот хотелось бы его сообщение вывести в эфир. Давайте послушаем Георгия. Многие товарищи-рестораторы, вот именно рестораторы, не люди, занимающиеся барами, да, а вот именно рестораторы говорят, что очень хорошо, что будет запрет, потому что не все люди любят есть, когда в зале очень сильно накурено. Если мы прям говорим про то, что у нас там пятница и много народу, или просто очень сильно загруженный популярный ресторан, да, и там много курят, а система вентиляции не везде достаточно хороша для того, чтобы убирать все запахи, да, и после этого ты сидишь в атмосфере не поглощения еды, а в таком облаке дыма, да, и там пытаешься есть и получать вот это удовольствие, да, и они говорят, что многие гости недовольны, а мы сделать ничего не можем, потому что люди курят, ну, как-то у нас привыкли люди выпивать и курить одновременно. Говорят, что это будет только хорошо. При этом, если мы возьмем, там, многие из нас бывают в Европе, да, и никто же не задумывается, там не курят в ресторанах, да, много где, и нет такого, чтобы кто-то задумался о том, что здесь же нельзя курить, да, да, нельзя, вышел на улицу, покурил. Даже если взять Стокгольм с его там холодной зимой, да, однажды в Стокгольме видел прям людей, курящих на улице, конечно, там рестораны создают некий уют, да, и такую ставят обогреватели, специальную крышу при входе для того, чтобы, ну, на людей, кто выходит из ресторана, просто там в легких свитерочках и рубашках на улице минус 30, да, чтобы их, чтобы не продуло, вот, и чтобы они там не замерзли, они выходят спокойно покурить. Никто даже не думает, что там можно курить внутри, и никто, собственно, по этому поводу не возникает, да, потому что, ну, так принято. А если взять бары, то, конечно, вот это та же самая, о которой я уже говорил, привычка к тому, что люди привыкли выпивать и курить одновременно, да, и что теперь с этим делать? Вот я сам до сих пор, понятно, если я не могу, как изменится, собственно, в наших барах, там, посещаемость, да, если, наверное, будем делать какие-то комнаты для курения, специальные какие-то места, где можно будет курить, где-то, где нельзя курить, ну, будем что-то думать. В целом, я, так как человек не курящий, отношусь в целом положительно, мне не нравится, когда сильно курим, и когда после посещения любого места, собственно, общественного питания, ты выходишь и ешь домой, у тебя от одежды пахнет как будто так, что ты сам куришь, мне это не совсем приятно, поэтому я полностью поддерживаю. Я не думаю, что поток людей уменьшится, потому что все равно курение – это не главная причина, по которой ты идешь куда-либо. В памяти у меня есть там первый клуб чайной культуры, в саду Эрмитаж находился, давно-давно один из первых появился в Москве, а я тогда еще курил. И там говорили о том, что, типа, у нас нельзя курить, у нас нельзя, и все, хочешь курить, иди на улицу. И это с одной стороны, ну, как это так, а с другой стороны, ты туда приходил, и ты даже не задумывался о том, что ты хочешь курить как-то. Ну, просто само посещение заведения, оно выбивало это полностью из головы. Пагубную привычку это. Поэтому я не думаю, что уменьшится поток. Ну, вот вам говорят управляющий баром, да, действительно, большое наше заведение, куклы-пистолеты, огромное количество людей, там до 600 человек одновременно может там находиться в пятничную, там, беточную запару. Ну, и вот вспоминаю я, на самом деле, отзыв одного из гостей нашего вот нового бара, небольшого, некурящего, который то же самое, что говорил сейчас Гоша, да, вроде сначала шок, там, как нельзя в баре курить, я сижу за стойкой, как я не достал сигареты, да, там, поставил напиток, как я не закурил, да, а потом, говорит, я раз-раз-раз понимаешь, что я не курю, да вроде и ничего. То есть, когда ты, ну, атмосфера вся, там, ну, как в кинотеатре, никто же не задумывается, да, да, просто сидят два часа, люди не курят, даже не задумываются о том, что он не курит. Так же и тут, говорит, ну, никто не курит, как бы, нету, там, ну, и оказывается, и не страшно. Так же, как дома ты, ну, выходишь на лестничную клетку, так ты и здесь вышел, там, да, там, ну, пока Это можно сделать в туалете Хотя сейчас можно сделать в туалете Давайте еще один звоночек послушаем И потом почитаем звонки Дмитрий у нас на проводе Добрый день Я хотел прокомментировать Звонок радиослушательницы По поводу зон для некурящих Хотел сказать, что в большинстве Ресторанов Это просто условная зона В одном помещении, где дым спокойно перемещается И вот хотел сказать про себя Мы часто с друзьями ходим В ресторан, где зон для некурящих Это отдельный этаж И вот вроде бы запаха табака Ты не чувствуешь, но когда мы Три часа с ребятами посидели, потом выходим Вся одежда все равно почему-то Очень сильно пахнет табаком Мы явно прокурим Да что ж так И вот это дальше хотел рассказать Я недавно был в командировке в Лондоне Там все В пабах все замечательно стоят на улице Галдят, очень весело курят А внутри это в помещении Это замечательный воздух, очень хорошо Мне это очень понравилось Я естественно полностью поддерживаю Запрет на курение Хорошо Хорошо Ну еще хотел рассказать По поводу доступности Опять же в Лондоне Там очень много Ну Ларьков С прессой И там естественно Ей продают сигареты Вполне спокойно Вполне спокойно Хорошо Спасибо большое Ну вот В Лондоне действительно Все галдяты курят на улицах Это тоже часть культуры Наверное посещения Пабов там Но вот Анна Тюрина Говорила нам о том Что многие Закрываются Заведения Ну хотя не знаю Обусловлено это запретом Курения или нет Давайте почитаем Наши сообщения Станислав Станислав говорит нам Есть новаторский вариант Предлагать курящим клиентам Электронные сигареты Со сменными блоками Разной крепости Или даже Электронные трубки И кальяны Может быть это выход Что считаете Денис Может раздавать Эту сублимацию Электронные сигареты Я не знаю Чуть такое Никогда не пробовал Уже я бросил До того Как они появились Может быть это Было бы решением Просто и все Ну я на самом деле Не знаю Насколько Безвредно Для окружающих Потому что там Какое-то все равно Количество пара И никотин Попадает в воздух Наверное Незначительно Но вот я что-то Слышал Знаете Что от них Что ли Отекают Потому что Ноги Ноги Потому что там пар Не дай бог Не знаю Никогда сам не пробовал Мне сложно Не знаю Но я наблюдаю Курильщиков Которые перешли Полностью Уже там В течение года Может быть полутора лет Курят Электронные девайсы Курить девайсы Это хорошо Так Вот Александр спрашивает Может просто скидку Делать некурящим клиентам И тогда Все само собой Отрегулируется Но это больше Такой вопрос Так Вот тоже Александр Тупой закон Курю 30 лет И не собираюсь Отказываться от сигареты Под кофе Я лучше не буду В рестораны ходить И многие не будут Он нас предупреждает С вами видимо Потому что Этим законом Просто плюется На наши жизненные устои И вообще надо сделать Квоту на определенное количество Заведений Где можно курить Вот таким образом Будут права граждан Соблюдены Может быть действительно Так пойти Таким путем Везде запретить Но вот там Выдавать специальную лицензию Вот это курящее заведение Сделать какой-то лимит Большой значок Рак легких Прям на витрину Вешать сразу Легкие Чтобы их там Консолидировать Курильщиков Ну как бы Что-то сразу знали Опознавательный знак У нас тут Вот да Ты умрешь Как вот в Америке У них есть такая Буковка А Вешается Или какая-то У них санкционистанция Проверяет И она вешает на дверь Такую большую букву Степень Санитарности Этого ресторана Чтобы гости Всегда могли понимать Что у кого буковка А Все там Все проверено Все чисто Если буковка Там уже поближе к концу Вы там обедаете На свой страх Смотрите Может так действительно Дело Вот на дверь ресторана Вешать там Черные легкие Это бы значок того Что пожалуйста Приходи Ну там курят Ну это своего рода Курительная зона Только в масштабе города Наверное Может быть Ну почему Может быть Действительно Все таки Возвращаемся к вопросу Того что Ну вот Саморегулирующийся рынок Может быть К этому и выведет Да что Многие задумываются В открытии некурящих мест Их все больше На самом деле Все больше И бары есть некурящие Люди Все таки Ну видимо Скорость того Как рестораторы Принимают решение Переходить на некурящий ресторан И не устраивает Наших правительств Ну не Я от связи за Вот честно сказать И многие стебутся Над отменой Там да Вот показывают Волк из ну погоди О том что Вот он там пропаганда Или там Курящий труп у крокодил Гена Вот если Этот стёпу брать То я честно сказать Думаю что это На самом деле Истинная правда Действительно Я с детства смотрю На этого волка Который курит Ну я понимаю Что он не пропагандирует Курение напрямую Но мне 4-5-6 лет И я болею за волков Ну погоди Все болеют за волка Волк хороший Волк всегда хороший И курит и Штирлиц И курит и Глеб Жеглов И все они курят И ты с детства Находишься в ситуации Когда у тебя Перед лицом Люди курят И для тебя Курение становится нормальной И за соседним столиком Курят Ну вот да И получается что Как ни крути Для тебя это Ну как бы оно и нормально Оно конечно плохо Но мы же все видим Ну господи Волк Ну погоди Никто про это не говорит Но оно же так и есть И Гена с трубкой Да там всегда был Не знаю как Чебурашка не притрастился Ну что ж дорогие друзья Тут я не знаю Мы наверное не успеем Уже прочитать Наверное не успеем Уже прочитать Такие длинные Тут нам пришли сообщения Вот предлагаю Тут штрафовать людей В Италии И так далее Ну много может быть ходов Нам не решить всех проблем Спасибо большое Говорю Денису Зубатову Директору ресторана Турандот Спасибо Да Услышимся через неделю Ленинский Дмитрий Программа рестораторы До свидания